Здравствуйте, друзья! Меня зовут Данила, я методист музея Дежинского района и сегодня мы открываем новый цикл видеоэкскурсий по нашей выставке «Золотой век застоя». Данное видео будет немножко особенным, поскольку оно приурочено к ночи искусств, поэтому сегодня я вам расскажу краткую историю развития кинематографа в СССР в 60-70-х годах. Про советское кино можно говорить днями и часами, так что мы с вами сегодня проследим за основными тенденциями развития кино в этот период точечно, на примере ярких представителей своих жанров. Начнем чуть раньше брежневского периода, захватив один фильм, который ярко показал в 61-м году, что ветер перемен дует в алые паруса легких фильмов, сказок о светлом будущем, которая наступит вот-вот, а закончим трагикомедией, затянувшейся до неприличия собраний по вопросам гаражного кооператива. Итак, поехали! Для советского кинематографа 60-е годы знаменовались большими творческими достижениями. Не только в жизни искусства, но и в жизни всей страны это было время надежд, творческих совершений в самых разных областях – в науке, технике, промышленности и сельском хозяйстве. Партия торжественно провозгласила, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Оптимизм этих лет, вошедших в историю как 60-е, нашел отражение в социальном и творческом взлете, твердой уверенности в счастливом будущем, несмотря на временные недостатки и трудности. Именно в эти годы в кинематографе начинает ярко проявляться творческое начало режиссера-постановщика. И какой фильм лучше показывает веру, надежду в светлое сказочное будущее, как не алые паруса Александра Птушко? Красивая и добрая сказка о том, как любовь превращает мечту в реальность. Фильм стал дебютом для Анастасии Вертинской, исполнивший роль Ассоль, а роль Грея исполнил Василий Лановой. Оба этих актера ураганом пронесутся по всему охватываемому нами периоду. Актрису на роль Ассоль не могли найти довольно долго. Когда уже была утверждена начинающая молдавская актриса, художник-постановщик Леван Шенгелия привел на съемочную площадку 16-летнюю Анастасию Вертинскую. Ее вместе с сестрой Марианной и матерью Лидией Вертинской он случайно встретил на улице. С первого взгляда он понял, что перед ним настоящая Ассоль. Однако режиссеру убедить в этом удалось не сразу. Девушка пришла в спортивных штанах и с короткой стрижкой, что совсем не соответствовало образу романтической героини. Но перед камерой произошло преображение, и Птушко не пожалел о своем выборе. Для корабля капитана Грея на ростовском заводе закупили 2000 квадратных метров алого шелка, из которого шили пионерские галстуки. Как вспоминает оператор Виктор Якушев, нам повезло в первый день съемок. Только включили камеру, подул легкий ветерок и паруса красиво надулись. Хорошо, что мы успели отснять этот кадр. Шелк вскоре испортился от морской соли. От чистой романтики и сказок начала 60-х перейдем к самому известному фильму конца 60-х. Яркому, дерзкому, незабываемому шедевру Леонида Гайдая. В это время он горел идеей экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Но Мосфильм уже отдал эту работу другому режиссеру, и тогда Гайдай обратился к своим друзьям. Дуэту сценаристов Мариса Слободского и Якова Костюковского. Нет ли у них чего-нибудь интересного на примете? Давние партнеры, придумавшие троицу Труса, Балбеса и Бывалова, не подвели и на этот раз. У них была отличная идея под кодовым названием «Контрабандисты». Она родилась по мотивам серии статей журналиста «Правды Аркадия Сахнина» о хитрых контрабандистах, пытавшихся обмануть советских таможенников при помощи ложного гипса, в котором были спятаны драгоценности. К марту 1967 года заявку на новый фильм отправили в Мосфильм. Все лето и осень кипела творческая работа. Уже в октябре чиновники одобрили общую идею фильма про простого советского служащего Семена Семеновича Павлика, превратившегося потом в Горбункова, ставшего невольным участником тайной операции милиции по поимке опасной международной банды. На площадке, как и подобает настоящей комедии, происходили и откровенно комичные случаи. Во время сцены с участием Миронова, застрявшего на маленьком островке посреди моря, отдыхавшие на пляже поблизости всерьез восприняли его отчаянные крики о помощи и вызвали спасательный катер к тонущему человеку. Когда спасатели на всех парах примчались к месту происшествия, то сильно удивились, услышав строгий голос из мегафона. «Товарищи спасатели, покиньте съемочную площадку! Вы мешаете творить искусство!» Не обошлось и без другого курьеза. Роль мальчика-рыбака с ведерком и удочкой сыграл сын Никулина Максим, который приехал вместе с папой. Энтузиазм мальчишки очень быстро угас, когда раз за разом Гайдай требовал повторить дубли с пинком Миронова и падение мальчишки в воду. Максим каждый раз ожидал ощутимого удара и старался спрыгнуть в воду до того, как это произойдет. Получалось очень неестественно. Тогда Гайдай пошел на хитрость. Все, в следующем дубле Миронов не бьет Максима, а просто проходит мимо. Успокоившийся сын Никулина нагнулся с удочкой к воде и тут же получил пинок в полном соответствии со сценарием фильма. Обида от этого обмана скоро забылась, а хороший кадр навсегда вошел в фильм. Не обошла стороной фильм и цензура, которая в тот период особенно пристально следила за кино. Особое возмущение вызывала на первый взгляд безобидная реплика Ноны Мордюковой. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу. Ее пришлось переозвучить, заменив синагогу на любовницу, но первоначальный вариант легко читается по губам актрисы в кадре. Худсовет также выразил сомнения по поводу сцен с проституткой в Стамбуле, пьянством Горбунковой и стриптизой в исполнении Светличной. Но опытный киношник Гайда изящно решил эту проблему. Вариант фильма, представленный на обсуждение, завершался абсолютно неуместной сценой с атомным взрывом в финале фильма. Когда недоумевающие чиновники попросили убрать ее, режиссер принялся яростно отстаивать свое видение, обещая выразить любые кадры, кроме взрыва, обращающего внимание зрителя на сложную международную обстановку. После долгих обсуждений Гайдай сдался и согласился убрать взрыв. Об остальных замечаниях после бурной дискуссии никто и не вспомнил. Успех фильма многие связывают с удачным сочетанием смелых комедийных приемов и головокружительными детективными приключениями. Коктейль из двух популярных жанров, приправленный заграничными диковинами, стал новым словом в советском кинематографе и обеспечил бриллиантовой руке заслуженное звание одной из лучших комедий в истории отечественного кинематографа. 70-е годы – золотое десятилетие советского кино. В стране продолжается застой, шла борьба с инакомыслием, рос дефицит, цензура закручивала гайки, но при этом именно 70-е подарили зрителям огромное количество самых популярных картин. Ежегодно снималось примерно 130 фильмов, а зрители ходили в кино в среднем 18 раз в год. В 70-е зрители стали больше времени проводить перед телевизором. Там появлялось все больше развлекательных программ. В связи с растущей популярностью телевидения, много фильмов стало сниматься не для проката, а для показа по телевидению. Если в кинотеатре зрители могли посмотреть максимум двухсерийную историю, то телефильмы становились многосерийными. Абсолютными лидерами по популярности стали «Вечный зов» вместо встречи изменить нельзя, и вследствие ведут знатоки. Но здесь мы все-таки отметим легендарный 12-серийный фильм режиссера Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны». Он был снят по одноименному роману писателя Юлиана Семенова. Когда шел фильм, улицы были пустыми, народ занимал места перед телевизором заранее, каждую серию ждали, потом обсуждали на кухне. «Она – большая мастерица, фанатично преданная своей профессии режиссера», – рассказал Леонид Куравлев, сыгравший Курта Айсмана. Лиознова многому научила всех тех, кто с ней соприкасался. Татьяна Михайловна любила очень жесткую дисциплину. 11 августа 1973 года начали показывать «17 мгновений весны». Это было больше 40 лет назад, но впечатления от самого первого просмотра многие помнят до сих пор. Черно-белый телевизор, волос Кобзона, сосредоточенное лицо Тихонова и полная невозможность оторваться от экрана. Так увлекательно, как это сделала Лиознова, отличные сериалы еще не снимали. Так как идеологическая составляющая ослабла, режиссеры обратились к жизни простых советских граждан с их семьями, работой и погоней за югославскими стенками. И как нельзя лучше этот период, показывает трагикомедия Эльдара Рязанова «Гараж». Сюжет фильма основан на реальных событиях. Собрание гаражно-строительного кооператива Мосфильма произвело на Эльдара Рязанова такое сильное впечатление, что он сразу же подумал о будущем фильме. Вопрос об исключении нескольких лишних пайщиков обсуждался так бурно, что режиссер не раз пожалел об отсутствии возможности прямо здесь и сейчас произвести документальную съемку. Увиденное режиссера очень расстроило. В своих воспоминаниях он писал «Среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными. Но там я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, людей равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив уродливость лиц». Больше всего Рязанова огорчило свое поведение. Он не встал и не заступился за коллег из черного списка. Фильм «Гараж» и роль героя, вытянувшего жребий, стали попыткой извиниться за свое поведение. В фильме Рязанов вывел и свое альтер-эго. Им стал профессор Смирновский, который все-таки высказал правлению все, что о нем думает. Вот таким нам запомнилось кино того времени. Местами легким и увлеченным мечтой, местами доколиков смешным, очень серьезным и пронзительно тонким. Этот период поистине можно считать вершиной советского кинематографа. Мы с вами только чуть-чуть затронули самую верхушку айсберга. За кадром остались шедевры Тарковского, Бондарчука-старшего, эпопеи по мотивам классики и многое-многое другое. Помните, пересматривайте и показывайте своим детям. Фильмы того времени стоят того, чтобы их помнили. Спасибо за внимание и до будущих встреч, друзья!